Это «День с толком» в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Старый новый базар. Когда откроют обновленный комплекс и на что пока стоит рассчитывать продавцам? Какие деньги? Живые! А у вас есть макулатура? Жива ли советская традиция и куда сдавать накопившуюся бумагу? Выясняем с нашим корреспондентом. Аня, есть что по макулатуре? Да, есть. Забирай. Спасибо. Идем дальше. «День, когда горят» поем вместе с жителями Барнаула 3 сентября. Барнаул вошел в пятерку городов Сибири, привлекательных для туристов. На первом месте Красноярск, затем Новосибирск, Омск, Томск и, наконец, столица Алтайского края. Этот интерес объясняют кластером «Барнаул – горнозаводской город». В его рамках появился Нагорный парк и пешеходная улица Молотобольская. И сейчас сюда возвращаются те, кто, в общем-то, и должен привлекать туристов – продавцы рынка Старый базар. Второй день, как они заезжают на обновленную территорию. Анастасия Дороган расскажет, что изменилось на знаковом для барнаульцев месте. Магазинов-то поменьше было. Все сюда ехали. Так было еще 10 лет назад. А в последнее время Елена, как и другие продавцы Старого базара, пребывали в режиме ожидания. Живают сейчас с переездом. Место тоже, помещения другие. Сворачивать и увозить, привозить товары ежедневно не нужно будет. Каждая ячейка закручивается под замок, каждая под сигнализацией и видеонаблюдением. Камеры расположены в обе стороны. А еще из новенького здесь появилось освещение и, что немаловажно, крыша над головой. Старый базар – центр барнаульского туркластера. Торговое назначение это место не меняло с 18 века. Вот так неухоженно рынок выглядел еще пару лет назад. Сейчас вместо палаток 226 павильонов. Без отопления, сохраняя уличный формат, но порозе ветров задувать должно меньше, говорят специалисты. Из 200 павильонов заняты еще не все, а обжитые единицы. Вот видите, вот они, первые деньги за сигареты. А вот мои шапочки, пока они не пользуются спросом. Люди еще узнают это место. Люди еще не знают. Нужна реклама. Реклама прежде всего нужна для продавцов, чтобы возвращались. А за товаром придут клиенты. И туристы. Все-таки тур-кластер. Туристов очень много. Часто бывают. Неделю, два, три раза обязательно. Много из Германии, много из Франции. Шведы были. Они, наверное, впервые в жизни такое видят. Что говорят? Они ничего не говорят. Поулыбаются и подходят. Но у нас рынок будет процветающий, красивый. Еще будет. Ого-го. Привлекать покупателей для прогулки по торговым рядам будут оригинальные кафе. Их построят вдоль пешеходной Малотобольской. Там будет порядка 8-10 кухонь. Не будет повторений связи с фудкортами. Это будет оригинальная кухня. И будут, конечно, форматы столовых, в которых будут питаться сотрудники рынка. Это тоже мы предусмотрели. И комфортные туалеты предусмотрели. И для сотрудников, и для посетителей. Из свидетелей 90-х остался лишь прибрежный ряд ларьков. По словам продавцов, их заменят на новые в ноябре. По планам строителей, весь обновленный комплекс старого базара должны открыть к Новому году. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. А уже этой зимой лестница, ведущая в Нагорный парк, перестанет быть скользкой. По инициативе мэрии Барнаула в ближайшее время планируется вымастить лестничные пролеты специальным резиновым покрытием. Станут ли после этого прогулки горожан безопаснее, выяснял Илья Кочетков. Ноябрь 2017-го. На обледеневшей лестнице, ведущей в Нагорный парк, вот такое объявление. Тогда в социальных сетях барнаульцы то и дело жаловались, что ступени почему-то сделали из полированного бетона. И скользкая плитка с первыми же заморозками превратилась в каток, опасный для жизни. А это уже сентябрь 2019-го. Судя по отзывам людей, проблема актуальна до сих пор. Бежишь и боишься, балансируешь, потому что страшно, если честно, подскользнуться и туда вниз. И не только кроссовками опробовать, скользко или нет. Так вот, накануне появилась хорошая новость. В барнаульской мэрии предложили покрыть всю поверхность лестничного пролета слоем прессованной резиновой крошки. Объявление об аукционе разместили на сайте госзакупок. О том, как будет выглядеть лестница после проведения работ, можно судить по другой, расположенной со стороны набережной. Полчаса буквально назад закончился дождик. Если на той лестнице лужа и довольно скользко, то здесь, видимо, влага ушла в это резиновое покрытие. И передвигаться достаточно безопасно. Иван Быков, художник-архитектор, говорит, лучше сделать лестницу не скользящей позже, чем никогда. Хотя и резина, уверен он, не выход. Если говорить по эффективности, намного эффективнее, конечно, резиновая будет крошка, чем покрытие из плитки. Притом плитки такой, которая не противоскользящая. Но все равно в какие-то ледяные дожди часто покрывается коркой, также и резиновое покрытие, и нет эффективности. У Ивана собственное мнение. Решить проблему можно было сразу, просто выбрав правильное покрытие. Ну, идеальнее было бы и лучше сделать плитку антискользящую. То есть, возможно, она будет дороже, но качественнее продукты, и люди не будут падать здесь. Вот так получилось, что они ее, похоже, взяли, но опять же, мы идем и скользим. Мы поинтересовались у специалистов Дорожного комитета Барнаула, почему антискользящую плитку, или, как сейчас решили, резиновую крошку, не положили при строительстве лестницы. Оказалось, дело в исходном проекте. Данную работу мы выполняли в рамках проектно-сметной документации, которая у нас прошла экспертизу. И, соответственно, уже после того, как проект разработан, экспертиза прошла, вносить в него какие-то изменения, особенно в ходе производства работ, ну, это неприемлемо. Говорить о сроках выполнения работы, а именно о том, когда резиновая крошка появится на лестничных пролетах, чиновник пока не готов. По его словам, сначала конкурс должен состояться. И если до 9 сентября будет определен подрядчик, то всю работу он должен выполнить в течение 30 дней. То есть при наилучшем раскладе до конца октября. И уже первые заморозки обновленная лестница встретит в черной резиновой обновке. Будут ли тогда подъемы и спуски пешеходов безопаснее, мы обязательно проверим. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Всех жителей Алтайского края пересчитают. Это случится в октябре следующего года. А пока специалисты Крайстата готовят карту, по которой пойдут регистраторы в 2020-м. Необходимо заранее из маршрута вычеркнуть уже несуществующие дома, а также внести новые постройки. Ирина Корчагина продолжит. Здравствуйте. Я регистратор по переписи населения. Моя фамилия Ульянова. За день Любовь Ульянова обходит примерно 20 домов. Сверяет названия улиц, фиксирует новые постройки, вычеркивает из карты здания призраки. Все для того, чтобы облегчить работу регистратором на переписи населения в 2020-м году. Поэтому уже в этом сентябре необходимо обойти 500 тысяч домов во всем крае. Если, например, вообще дома нет, то мы облюбим адресу, то мы его зачеркиваем. И, естественно, в маршрутном месте отмечаем, что этот дом теперь уже не существует. Такая ситуация сейчас на улице Кирова. Смотрите, если верить карте 2010 года, здесь расположен частный сектор. На деле стройка многоэтажек. С появлением новых районов и сносом ветхого жилья регистраторам часто приходится самим дорисовывать карту. Сейчас этим озадачены почти 900 переписчиков во всем регионе. И, кстати, у каждого порядочного регистратора должны быть при себе не усы, лапы и хвост, а подлинные документы. Регистраторы имеют при себе портфель с картографическим артериалом, это отрезком карты, с маршрутным листом. У всех при себе имеется удостоверение с голографическими знаками, которые действительны по предъявлению паспорта, то есть можно спросить. Перепись 2020 года позволит увидеть полную картину жителей края. Их национальный состав, источники дохода, образование и, конечно, численность населения. Специалисты уже делают прогнозы. Нас будет однозначно меньше. По переписи 2010 года нас, ну я округленно скажу, было 2 миллиона 400 человек, на сегодня нас уже 2 миллиона 300. Но у нас два компонента убыли населения. И естественная убыль, и миграционный отток в крае. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Сколько нас рождается и сколько умирает, узнаем только к 2021. Именно тогда специалисты Крайстата опубликуют первые данные о переписи. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. И тогда же мы узнаем, сколько людей приезжает на Алтай. Ну вот, кстати, те, кто едет сюда отдыхать издалека, уверены, медведи гуляют по улицам городов. И на этот раз иностранных туристов действительно может ждать удача. Медведи все ближе подходят к населенным пунктам края. Их следы, в частности, обнаружили в Первомайском районе. Купающийся в луже медведь показался на глаза лесничему в 4 километрах от села Нижняя Петровка. Хотя месяц назад зверь блуждал на расстоянии 20 километров от деревни. Этот медведь, как и все остальные, ищет еду. Из-за пожаров в Красноярском крае животные мигрируют на восток. Медведи также замечены в Топчихинском, Троицком районах. Кстати, бегут не только медведи, но и волки, рыси, кабаны. Последних также видели в Бобровском лесничестве. Нападений на людей пока не было, но в Минприроде просят воздержаться от прогулок по лесу. Да, потушить и, наконец, лес еще недавно кричали во всей стране. Скептики таких защитников называли диванными пожарными. Но ведь спасать деревья, сидя на диване, тоже можно. Ну вот, например, копить макулатуру, ну а потом сдавать. Экоактивисты утверждают, что около 100 килограммов бумаги, отправленных на вторичную переработку, спасут одно дерево. Мы решили посмотреть, оживали сегодня советская традиция. Можно ли в Барнауле сдать, например, ну вот эти черновики? Ведь копятся. За макулатурой отправился Андрей Дреер. Абонемент гарантирует приобретение указанной в нем книги после сдачи 20 килограммов макулатуры. Ну, это уже часть советской истории. А сегодня многие забыли о том, что была такая традиция постоянно собирать макулатуру и куда-то ее сдавать. Хотя приемные пункты сейчас есть. Поэтому мы решили проверить, можно ли сейчас собрать макулатуру, отвезти ее и что-то на этом заработать, хотя бы на ту же книгу. Поэтому я вот такую же увесистую коробочку собрал в своей редакции. Пойдем дальше по сибирской медиагруппе. Все, до отказа. Только второй кабинет. Советские будни не реклама, но агитация призывает нести в урохи бумаг старые журналы и книги, чтобы взамен получить вот такой абонемент на новую книжку, какой-то другой ценный приз или как пионер за спасибо. Последний пункт. Это мы на складе сети киосков Лига Пресс. Здесь для тех, кто собирает макулатуру, просто золотые россыпи. Посмотрим, сможем ли мы на этом что-то заработать. В Барнауле и Новоалтайске справочник показал 35 пунктов приема и переработки. Там, куда приехали мы, принимают любые объемы и даже сами приедут, если вы готовы отдать не меньше 100 килограммов. Мы сдали 15 и сразу, скажем, не заработали даже на детскую книжку. А тариф такой. Газетная бумага принимается по 4 рубля килограмм. Картон 4,5 и черновики. Офисная бумага от 6 до 7 рублей килограмм. С недавних пор люди, конечно, стали активнее, охотнее сдавать макулатуру. Потому что много информации в СМИ о том, что нужно беречь нашу планету. Пошли люди. То есть даже 2 года назад за день 5-6 человек было. Сейчас это уже до 20 человек. 20-25 даже бывает. Нашу бумагу тоже отсортируют, спрессуют и отправят на завод. Оттуда вернутся такие рулоны, будучи и салфетки, и туалетная бумага. Мы сдали 15 килограмм. Из них получится вот таких пачек туалетной бумаги, но штук 6. Поэтому, если не все дерево, то хотя бы какую-то его часть мы спасли. Плюс еще 60 рублей заработали. Это был Андрей Дриллер, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Синоптики говорят, завтра будет ясно, в отличие от 3 сентября. Все пели. Лично я сегодня целый день. Говорят, даже сам Михаил Шуфутинский любит популярный хит, посвященный осеннему месяцу. Ну и вот мы решили сегодня спеть вместе с жителями Барнаула. Помнят ли? Отрывок из этой песни? Я не знаю. Я календарь переверну. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Ну почему, ну почему расстаться? Нам что там пришлось? Ну почему, ну почему? Ведь все у нас было серьезно 2 сентября. Ну почему? Расстаться? Расстаться нам пришлось всерьез.